Мир вам и милость Аллаху. Надеюсь, что у вас все хорошо. Вала Аллаху. Помнишь, когда я присутствовал у тебя на программе год с лишним назад, после нападения тех, кто называет себя салафитами, объединившись тогда в научном и военном планах, которых мы знаем по именам и заочных, на некоторых студентов и насильно вывели их. Тогда я сказал, что салафиты перешли от стадии предупреждений и обвинений в неверии к следующей стадии. Применению силы. Да, и чрезмерной. И мне противостояли многие из деятелей политики и средств массовой информации. Мол, такого не происходит в городах. Я не пророк, которому у них посылаются откровения. Но кто пробует то, что уже проверено, тот пожалеет. История, закрепленная фактами, говорит на их счет называнием самих себя, что движение, называющее себя салафитами, есть не что иное, как ваххабизм, относящийся к Мухаммаду бин Абдул-Ваххабу из Неджды. Оно появилось примерно два с половиной веков назад в Неджды. Сейчас это место называется Саудовской Аравии. Это время было временем правления миром исламским халифатом. Исламская умма была едина. Он заключил договор с Мухаммадом бин Саудом, основателем Саудовской Аравии. Он сказал им, ты возьми в свои руки политическое правление, и оно будет в руках твоих потомков до судного дня. А мы возьмем в свои руки религиозное правление, и мы поможем друг другу в свержении исламского халифата. А как они могут убедить людей вокруг себя? Они сказали, что вероубеждение халифата – это вероубеждение Зайтуна, умеренного ислама, а сами они ханафиты. А ханафиты, шафириты, маликиты и ученые хамбалитов назывались алю суннавальджама, то есть суннитами. 90% мусульман были суннитами, и их вероубеждение суннитское. Он вынес им приговор о впадении многобожьей из-за того, что они склонялись к суфизму и склонялись к тому, что разум – Коран и сунна неразделимы, и не видели в них противоречия друг другу. Они не предпочитали Коран разуму, как делают это ваххабиты, и не предпочитали разум Корану. Они говорили, мы, то есть ученые уммы, мы говорим, что Коран и сунна были неспосланы разумным. Исходя из этого, они соответствуют разуму и не противоречат ему, а они – ваххабиты. Отвергают этот путь, потому что их основоположник и старший идеолог Ибн Таймия написал книгу на тему логики и на тему недозволенности науки логики. То есть он показал этим, что за ними нет разума, относящегося к данному моменту. Поэтому в них преобладает неразумность и плохое понимание изучения и текстов. Они читают аяты, которые Мухаммад бин Абдул-Ваххаб читал, которые были неспосланы в адрес многобожников, урайщитов и приводят их в адрес мусульман, ученых, имамов, проповедников и судей. Потом ученик его ученика Ибн Биш Аль-Наджди в своей книге «Благородство в истории Наджды» она напечатана в Аль-Рияде. Они же ее и утвердили, они же ее и признали. Написал, когда они напали на Мекку и Медину, убили ученых, уничтожили могилы праведников, назвали это джихадом и завоеванием Мекки и Медины. Это подтверждается всеми историками, придерживающимися их мнения. Имеется в виду, что они пошли на ученых, которые придерживались истинного пути Ахлю Суннавальджаммя, обвинили их в неверии, признали многобожниками, уничтожили могилы праведников, мол, им поклонялись помимо Аллаха, поэтому они уничтожили наследие пророка, салаллаху алейхи ва салям. Но все-таки тут есть странное противоречие. Теперь они строят музей наследия Ибн База и наследия Ибн Усеймин. Они и их шейхи среди них. Это его очки, это его ручка, это его обувь и так далее. Охраняют их историческое наследие. А историческое наследие пророка, салаллаху алейхи ва салям, к примеру, они построили уборные на месте его дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова